15000 против десяти ебать это он такой красивый ну поехали так чё идет до таймер тоже ставить можешь а раньше не могла ставить за ну может потому что тест задавала опрос у меня кажется я смогу я должен сейчас а в принципе ран мне кажется на 65 минут сделал это вр кстати если чё 50 минут там типа или с копейками и джемен франкли по буфере есть 15 минут хуярю все поехали начну я с хот-дога пожалуй или сосиски в сесть уже таймус блин они небольшой там был секунды секунду 2 максим это неважно все не теряю больше времени прошлый ран прям вообще хорошие было принципе уверен себя я разобрался с бочкой единственная штука которую мне хуёво осталось это в конце увидели где с пещеры надо прыгать с деревянных перил у там я все равно больно много времени не проебал минут пять наверно максимум так не теряю ни секунды это рисунок теперь папири да и папири ты я я так попробуй сразу же о ранее рассказать возможно это будет под запись на youtube так ну тут пока некий фишек знаю что меня нету я просто захожу в лифт следующая фишка у меня будет загрузки чекпоинта чтобы молодой человек быстрее портировался ближе к фунику леру кунику леру так чекпоинт пошел вендук вот он телепортнулся все теперь опять стою жду папа 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 замок вульфенштейн так меня там где-то похищаю до этом где-то прыгаю прям прикольно такое нормальное время для слабона следующий такой же примерный расслабон будет наверное где-то после драки с руди егером у меня рта таймер сейчас идет а тут загрузки типа не не такие большие они не влияют там в р 50 копе с копейками я 65 минут поставил буфер 15 минут расскажи анекдот пока едем были все уже доехали не буду рассказывать это у нас этот эксклюзивный контент в эксклюзивные дни опять же еще не будет будет пройти просто в лифт убить челика взять автоматик перед дверкой пояса чекпоинт надо бы сразу загрузиться можно таким образом конечно скипнуть анимацию открытия двери последний там что ему башку отрубил они там на подлодке тусовались компания я сам не играл это тип очек принципе первого вульфенштейна которая играю но я ваку зале кстати прошел просто лутая патрона лутая патроны патроны аптека ловик тут мне нужно прокачать здоровье для этого мне надо 280 собрать лет примерно 2 уровня щитки ломаю чтобы удобно было нации расстреливать если они вдруг подбегут куда-то туда куда мне не нужно что идет диалог просто жду огнетушители сразу же два счета взрывают так и даже на радио кстати успел ой блин а вроде доставал автомат а достался опять дробовик значит небольшая арена с небольшой стратой для удобства их расстрела в принципе прошлый раз у меня нормально получилось я думаю что сняешься не особо что-то изменится с ним просто надо быть на перегородке запрыгнуть и расстреливать и хотела дурачков главное мне позволять убегать в другую сторону он туда вот так там тяжело будет достать пульчал уже застрял не позволяйте кидать гранаты гранат у меня блять скидывают вниз не очень хорошо вот тогда неудобно их расстреливать сдохни 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 вам все да очень быстро кстати было очень быстро кстати вам нет смысла хлутать потому что у меня все отбирают и так их реально нет смысла заложить сюда чтобы прыгнуть сразу самой верхней точки лестницы таким образом быстрее сюда пройти там здесь можно как-то под катом сюда пройти он вроде какую-то анимацию одну дополнительную скипает подкать и забирать этот ригер я что-то пробовал он вроде там типа сначала встает выпрямляется потом только лезет в эту вентиляцию а тут он типа без выпрямления сразу же начал туда залезать но его сразу телепортнуло в ту позицию с которой он начинает анимацию проигрывать небольшой сегби это где особо от меня еще не зависит у меня таких сложных вещей надо просто потыкать сначала в одну сторону в другую получить ультимативное оружие бласковица вот того кстати тучит конечно замечательной механики ползание по стенам блять ненавижу это дерьмо после того как долез наверх надо будет подгрузить чекпоинт чтобы обнулить положение этого солдата ой чуть не вышел кстати это было бы смешно чуть левее начинаю активировать эти ворота из-за этого он мажет по мне думаю что я нахожусь левее на самом деле правее тут немножко все это дело подтаймить надо и главное в подкате не коснуться его был не затроллил блять я у меня затроллил просто жду пока он начнет съебываться вроде он съебывается к небольшой там луз секунд 10 наверно максимум я вроде его не коснулся но у меня какой-то тайминг по ходу хуёвый был обязательно аптеку собак убивается пока в подкате собаки имеет такую нехорошую атаку как вовлекать героя блять сраную типа кат-сцену надо затыкивать этих собак трубой на таких штук лучше избегать вроде тоже мне все неплохо начал получаться они максимум по мне один раз попадают но не принципе тут и по вархолдеру попадают тоже один раз сбивает ему пока вниз падаю разваливают трубу свою на две части подкатиком вхожу в вентиляции опять собираю трубу мне надо бы тут взять пулемет с ящика деревянного и убить этих двух чубзиков убить то у чубзиков а потом с помощью бага забрать пулемет себе в инвентарь всего скидываю нажимаю атаку нажимая f и обязательно останавливаюсь перед тем как что-то юзать потому что если не остановиться со спринта зайти в какую-то активность после этой активности пулемет скинется как будто собаку дожить он сдолбала меня и по кстати не так много вы так много что-то у нас все будет а сейчас будет у меня лифт и хп маловато конечно за счет брони могу затащить мне сейчас придется в лицом танковать немножко чуб зириков здорово лейтенант коломбы нормально вот ранее увидишь на время уже можешь ставочку сделать таки баллы есть блять а кнопку забыл нажать цены я кнопку забыл нажать прикиньте немножко отвлекся так на брони у меня нету но сейчас я подберу так таких узких пространствах конечно немножко тяжеловато блять повезло повезло 5 хп но если бы у меня были те 15 единиц брони я вот у без проблем прошел к сожалению забыл на кнопку нажать прыжки разваливать таки трубу чтоб не терять скорости закатываюсь вентиляцию сливает помню то не ну блин тут мне надо собрать ее народ от собаку убью потому что она меня бы убила сто процентов своей к сцене дебильный нас ломать стенку в подкате разобрать трубу присосаться к этой стенке мало хп было она бы меня сто процентов поймала скорее всего бы замочила у меня еще тут могут убить поэтому на всякий случай от собаку тоже убил они еще могут урон наносить когда ты уже вентиляции находишься и это не то чтобы плохо когда у тебя много хп потому что они бустят немножко вперед то что по вентиляции двигаешься медленно соответственно это наоборот хорошо когда они немного подталкивают может на каждой того фигня можно по секунде выигрывать мне падение на 2 часа развернуться сделать подкатик тоже можно немного времени выиграть у меня кстати не получилось я просто упал на кровать с уроном тоже такая типа фишка с поднятием двери с фиксации и вот этим стояком типа чуть-чуть назад отойти и сделать подкат под нее немножко неудобно в том плане что это все дерьмо таймить надо кульку лететь типа на какое расстояние от эти сейчас меня типа такой полу стелс момент должен быть я должен как-то иметь мимо от собаки прокраса большой механической но если все делать быстро можно успеть открыть дверь и съебаться не получив урона не получив урона так значит сегмент сыр мой прошел сейчас будет уроке подводного плавания беру у него люгер стараюсь перепрыгнуть речку беру патроны дополнительные на люгер подпаду его б стараюсь по крайней мере блять скотина в оба не упал с первого раза ничего страшного так тут главное найти мне нужную точку прикол в том еще что если плыть бачком то это быстрее будет по диагонали типа как-то вот так вот но есть одна проблема я не вижу направлении в которое плыву я не вижу направлении в которое плыву я сейчас попробую это сделать вообще кстати в эрхолдер так не делает вроде он типа просто прямо плывет но я не должен особо с этим проебаться в путь куда-то в ебене я в принципе знаю куда мне плыть я просто траектор и немного хуёвая будет так сказать да вот небольшой крюк сделал если бы этого крюка кстати не сделал я бы реально за два дыхания успел доплыть а так мне все равно пришлось еще третий раз выныривать ты просто зажимать кнопку стрейфа и кнопки вперед просто из-под уровня активирую переход на следующий уровень подкачу фонк блин нормально я на самом деле еще типа пару стримов назад заметил то что если вот как раз плыть по диагонали то челик быстрее плывет он плавает с такими рывками типа как и ролл как он плывет бочком у нее вот эти рывки чаще происходят мне просто надо будет перестрелять всех нацистов чтобы они мне не мешали с бочкой тусить я принципе сейчас не на вэр гринжу поэтому я скорее всего вторую волну тоже убил чтобы мне прям вообще ничего не мешало она хана минут как говорится берем автоматик мочим нацистов а че челик не вышел что ли погулять привет последний не поход остался ну да в общем сейчас будет крутая бочка я вот сегодня понял как ее проходить типа я отойду на край чтобы одним прыжком с нее спрыгнуть у меня вот сейчас вот так вот мышка до себя двигается мне надо подождать пока она круто подвинется вправо и я спрыгну с этой бочки вот как сейчас вот как сейчас это слабо слабо хорошо вот это по идее должно было сработать таким образом я типа вроде как меняя свою коллизию у меня коллизия поворачивается а камера остается там где она есть коллизия у меня поворачивается а камера остается там где есть да все получилось ну бочку я понял как делается это хорошо хорошо так тут тоже получилось по идее блин че-то я подзастрял немножко пацаны так чувак ок я понял все там проблема в том что коллизия у игрока навсегда ну под разными углами становится смотря как ты сделал эту хуйню с бочкой в этом проблема блять сейчас она у меня как-то криво стоит и я не могу просто выйти из этих текстур этих коллизий блять дебильных ну типа вот я застрял а все окей надо было еще раз control нажать просто я боюсь там если находясь на самом на самой нижней коллизии нажать control то чел просто проваливается в воду вот типа камера то остается там ну куда ты смотришь и персонаж также управляется как обычно но сама коллизия у персонажа она поворачивается сама коллизия у персонажа она поворачивается тут я скипаю значит файт с супер солдатом прыгаю сразу же на следующий этаж на всякий случай оставляю автомат чтобы они меня не блокировали убиваю челика вентиляцию опять разбираю сраную трубу потом он у меня по какому-то скрипту сейчас возьмет люгер мне он нихуя не нужен мне нужна собранная труба можно тоже типа чуть-чуть срезать перепрыгнув с балки на балку для этого немножко больше практики нужно сейчас мне кроме через всех нужно прибежать кроме собаки собака самая опасная блять что она как раз может поймать в катсцену но это не катсцена типа я не знаю как это назвать но она типа тебя ловит в анимацию определенную и тебе в этой анимации нужно ее заколоть спаме лкм не совсем удачная тема поэтому проще ее в подкате сразу же замочить и не забыть взять две гранаты самое главное самое главное не забыть взять две гранаты они пригодятся позднее и нужны обязательно подбираю тоже сейчас одно из основных оружий его тоже никак нельзя скипать с помощью него как раз вроде ягер убиваются и супер солдаты один супер солдат блять ты че рофлишь сейчас я просто через стену активирую переключатель переключатель и все получается я все скипнул там должна быть большая катсцена с освобождением его друга на у если агент номер один бласкивается там поймают посадят в кресло будут пытаясь я просто через стену активирую переключатели и переключател иду дальше опять разбирать трубу чтобы лазить по сраной стене вот это кайфурик у нас не очень сложный сегмент будет просто надо бы сначала активировать ворота и потом зайти в фуникулер активировать фуникулер и немножко на нем покататься ну собери трубу заебал чел ты наверное ее стоит пораньше кстати собирать типа не прям самим не перед самим люком бомберштраус тоже нужен снайперка она как раз нужна для ликвидации одного супер солдата и ну что то еще она по-моему нужна типа для супер солдата ликвидации и для убийства зомби в самом-самом конце а еще для убийства дронов еще для дронов она мне нужна тоже просто жду пока мне наконец отсюда выпустят сейчас типа будут отключать электричество фуникулер будет переставать двигаться но при этом будет открываться типа аварийный лючок тут будет на параллельном тросе ко мне другой фуникулер с противниками ехать первый раз когда я кузально проходил я не сразу же заметил что тут люк открылся я сначала убил а потом думал что мне делать поубивать их вообще не надо в принципе вот типа основная фишка прохождение этих фуникулеров в принципе вот этот второй на котором я потом поеду его тоже нужно будет пройти с помощью аварийного выхода мы держим это в голове что его нужно пройти с помощью аварийного выхода так встаю дробовик ултаю патроны блин с первого раза убил прыгаю в окошко аккуратно встаю вот так вот зажимаю альт нажимаю стрейф поворачиваюсь хуяк и все типа игра посчитала что я еще раз прокатился и он открылся для меня но при этом игра еще сейчас немного сломается я окажусь в воздухе в скобочках в воде мне надо нацелиться в определенное место проплыть взять чекпоинт куда то вон туда примерно он практически сразу же типа если сразу же не взяли чекпоинт значит вы его проплыли мимо а если проплыли мимо значит это уже посложнее будет тоже небольшая сокращалка не необходимая а типа просто она есть такая вот немножко гемора конечно есть потому что там блять с камнем он постоянно норовится ползти ну это такая думаю больше в эрстратс но все равно ее дело чтобы быть в курсе так сказать всего самого важного можно немножко сократить путь срезав его таким образом аккуратненько перепрыгну пока качусь на подъемнике перезаряжаю все свое дерьмо тоже обязательно надо так так окей мне нужна разобранная труба я смогу с него кстати выйти до того как он доедет до своей конечной точки пока я не могу выйти коллизия перекрывает но на определенном месте она отключится я смогу пройти век тут лучше применить подкат то быстрее пройдется опять будет использоваться механика с чекпоинт варпом я не знаю как правильно назвать на определенной высоте активируется чекпоинт я просто его загружаю мне не надо дальше доползать делать анимацию карабканье на этот уступ и при этом я еще спамюсь и дальше чем нужно тут в принципе можно при должном везении пройти и не стреляя ни в кого но в основном они очень сильно блокируют ты думаешь быстро бейджей ты получишь на всякий случай доставать дробовик и мочить их мочить в туалете опять достаю дробовик не перезаряжай его потому что я все равно не успею достаю трубу чтобы бласкиваться не тратил лишнее время на анимацию доставание ее хуяк открыл дверь достаю сразу снайперку сейчас мне надо будет кинуть гранату налево и направо по идее я должен типа сразу дуэт челиков убивать но у меня ни разу этого не получалось сделать кстати левый дуэт у меня получилось убить так вот супер солдат вырубаем его перезаряжаем сразу дробовики что дальше пригодятся именно перезаряженные пулемет где подбираю все дерьмо встаю в полу позишн окей типа мини босс файт с этой собакой я пропускаю в этом моменте как раз ее нужно убивать это по моему та самая которая была в тюрьме и падаю значит разбираю трубы блин что-то он не разобрал можно еще чтобы скорость особо не сбрасывалась типа разбирать собирать ее в прыжке скорость в прыжке не изменяется вроде как ну-ка да она не меняется но если это делал типа просто в спринте бежишь и этот тут надо обязательно тоже автомат взять было потом удобнее убивать собаку одного противника необходимого для того чтобы дальше продвинуться полина чем я говорил вообще типа труб трубу собирать разбирать типа в прыжке разбирать да потому что когда просто бежишь он типа замедляется немного начинает разбирать сейчас просто основная фишка будет в том что бы собрать все хп здесь ждать пока произойдут определенные события она тип сейчас подойдет к окну будет туда зырить собираю все хп ну примерно 545 где-то 600 где-то еще пропустил ничего страшного главное далеко не стоять мне потом надо будет к этому люку вот он не напал для этого как раз я и доставал автоматик чтобы быстренько ее убить типа с дробовика стрелять наверное не стоит все таки но слишком далеко и дробовик понадобится все таки для убийства орудия егера ну хотя на орудии егера не так много патронов тратится неважно короче убиваешь собаку идешь сюда к люку активируешь ну первого противника я убиваю просто автомата потом достаю забаганный пулемет ну не тоже забаганный а я просто багом подобрал с помощью атаки трубой в спринте сколько тут конкретно их к типу выбегает я не знаю тут просто надо задевать определенное количество волн сколько их всего я блять никогда не считал кому это вообще интересно тут в принципе ощущается когда они уже последней ебалной являются ну да это еще не последняя будет вроде как еще один с дробовиком да вон идиот не кричал патронами тоже экономично надо распоряжаться один остался чел выйди оттуда блять все скидывал пулемет заставил парные дробовики да нет пока все ровненько идет с ней просто надо будет выбить ему одну катушку вырвать один элемент брони пострелять туда и добить с чего когда я играл казуальное кстати ему все куски брони срывал я слишком поздно понял то что дробовики имба я тоже будет еще типа одна опция можно будет тянки вещи отдать а можно не отдать как они влияют я не знаю но вр подбирает вот эти вот вещи и отдает их вот такая вот опция есть но я одну фишку заметил не знаю насколько это правда типа я не проверял типа если не брать вещи катсцена быстрее прогружается вроде как я не уверен на сто процентов считать надо смотреть я просто жду пока кастер подойдет к лодке и мне позволит у нее все-таки сесть наконец а чё там по таймер кусать не подскажете please я струмали либо 37 нормально вот немного уже осталось по идее сейчас я типа прыгну в раскопки в 6 капсу и раскопки быстро проходятся единственная проблема сейчас может быть со скипом этого рыбацкого домика типа нам надо ровно попасть между текстурами между их коллизиями точнее и потом как-то через них просочиться потому что можно не просочиться и упасть обратно типа падаешь как бы на ребро коллизии типа там есть вариант упасть обратно либо упасть дальше в обе я типа не пока не понял сто процентов как падать сразу же в обе и пусть и данных чете я маленький пик давай быстрее я терплюсь так значит прыгу на якорь дальше на крючки прогибаюсь прыгу наверх крючков дальше на лодку главное типа не спамить потому что если спамить лодка может скинуть нахуй так упал туда куда надо по моему и сейчас у меня будет выбор упасть обратно или упасть туда куда мне надо все по вон туда куда надо двигаюсь нажимаю control чтобы провалиться через коллизию плыву бачком все в принципе я в конец уровня сразу же выпал так разобрать трубу сраную блять опять сейчас будет большой типа автоскроллер но это конечно не автоскроллер а типа самому идти все-таки надо я на самом деле небольшая катсцена будет большая катсцена будет действительно великой надо ставить просто вино как я зовут-то блять я уже забыл хельга кто-то там короче властелин замка в ульфинштейн на данный момент сейчас он на меня будет заставлять бухать сейчас он на меня будет заставлять бухать сразу развернуться и поставить поднос обратно все катсцена поехала с небольшими бухающими интерактивами так сказать бухательными так сейчас у меня будут раскопки после раскопок будет кладбище после кладбища будет конец и раскопки супер короткие в принципе ну погрузчики тоже сегмент короткий или это еще не раскопки блять короче я не помню как там называются сплиты неважно единственная сложность этих катсцент главное не прошляпить момент когда надо интерактировать с бокалом вина ну я прям вообще рад что у меня с бочкой получилось наконец разобраться типа понял в чем ее прикол я вообще сначала думал то что надо чтобы камера переставала двигаться типа потому что пока когда камера переставала двигаться там вообще коллизия у персонажа пиздец сильно ломается оказывается вот оно что как надо с ней обращаться зачем это же кровь иисуса блять хлебушка только не хватает вы кстати когда нибудь пробовали пить энергетик с хлебом это вообще такая нормальная тема не знаю со всеми ли энергетиками так но вот с блэк монстром он вообще прям такой становится бродячим что ли таким типа квасным напитком забавника так получается почему ты не пьешь энергетики долл заварен кстати у люгера можете обратить внимание залито какой то сахар ну блять на самом деле саглы ну а почему нет живем то один раз правильно белый без сахара белый вообще тип не люблю здорово азовский бройлер типа ли еще летние синенький такой белый блять по и самый нормальный черный не знаю белый прям такой мя синий тоже мя с манга вроде черники классически прямо сейчас это от руина называется голова значит следующее будет раскопки на принципе что руины что раскопки они короткие у руины наверное длине только за счет кат-сцен раскопки особо нету ломаю стену пока падаю нажимаю значит лкм быстрее активировать кат-сцену ломаю черепы зомби нацисты быстрее сделать подкат под этими комодами и все вот еще одна кат-сцена надо будет убить зомби активировать ящик потом убить зомби и после этого только забирать весь инвентарь свой типы которой он там оставлял но на самом деле никто там ничего не оставлял так и помер пипа померла если по голове удары секунду стейком своим на нахуй так беру дробовик и просто их расстреливаю убить собаку что она часто меня что-то догонять стала когда она догоняет она начинает ловить в анимацию тут надо ставить ракетницу и стрельнуть в пол а не в зомби тогда ракета моментально взорвется пол перед ними можно допрыгнуть до чекпоинта это будет быстрее чем лезть по лестнице чем плыть и лезть по лестнице просто прыгаешь достаешь до чекпоинта загружаешь его все что вы идеально ну может не без сахара ладно но типа с уменьшенным количеством сахара здрасте ты все равно сахар и так и так потребляешь когда свои чаи гоняешь так интересно на трубу кстати переключился или нет я тут подумал что здесь выгодно будет типа надо на трубу переключаться но не переключился можно немножко срезать главное это аккуратно делать прыжки опять таки разваливают трубу на две части сейчас будет выход в ООБ блять аптеку не подобрал блять козел чел ты взять гранатами хватит кидаться в уроду паду сюда в водичку и плыву тут можно всплыть но в ближайшем месте это вот это вот где-то тут примерно в остальные места все закрыты коллизия потом примерно сюда повернуться и взобраться выше дальше просто включается триггер окончания уровня а глава 7 старый город окей это не раскопки блять все еще может раскопок вообще кстати нету я перепутал что-то у меня патронов на люгер кстати нет потому что я зомби убивал точняк тут одна фишка есть у этого погрузчика нужно обязательно убирать оружие с руки только только в этом случае он персонаж сможет поворачивать этого робота на 360 с большой скоростью да блять робот там оставляется потому что так быстрее здесь просто после чекпоинта после поворота этого рычага загружается чекпоинт и робота просто нам игра доставляет прямо к дому лучше мог взять пулеметик не пулеметик автоматик опять убираю значит из рук все оружие и смотрю разворачиваюсь и смотрю вниз только в таком случае он проникнет через эту решетку опять бегу к роботу кстати надо было броню на всяких случаях взять я не подумал ну ладно в принципе блять еще я застрял на левых и правых зомби лучше внимания не обращать они типа не так много дамажит но поворачивая автомат поворачиваешь всего робота типа не только кабину он начинает лево право шастать зигзагами больше времени на все это дерьмо тратится сами зомби не так много урон наносят поэтому вообще на них похер я щас наверно где-нибудь аптеку все-таки подберу блять я взял два автомата нахуй меня две трубы взять аптека чё аптека на всякий случай сейчас мне надо будет нацик очень быстро шотнуть в башку и шотнуть его так чтобы он не превратился в зомби не мешался мне его в любом случае убивать надо потому что мимо него очень тяжело пройти убить снайпера следующим выстрелом и сломать за два выстрела этому кабель питания взять трубу подобрать пулемётик я же подобрал его правильно главное не отпустить shift не забыть отпустить shift перед нажатием на кнопку потому что тогда пулемет скинется его придется либо еще раз подбирать либо если не будет возврата обратно дальше придется проходить без пулемета мне кстати у меня что много хп потратили я лучше вот эти хп еще возьму не бейте пацаны как бы сраный выход в обе надо типа сделать паркур паркур и потом сделать прыжки как это работает я особо пока не выяснил но мне походу придется их расстреливать чтобы они не мешали подожди получила слол так сейчас главное обратно не выплыть подождите а где я вообще а все окей и главное не вправо не влево не плыть потому что если поплываешь слишком вправо типа чел ой 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 чел просто упадет не долетел до прохода блядь фига пацаны фига пацаны главное без паники маг блядь блядь почти почти так все плыву сюда окей окей пизда я не долетаю еще за хуйня блядь нахуй вообще об этом рот открывала то что там можно не долететь блядь козел ёб твою мать да чё ты блядь ко мне вплотную подошел ты что цену не надо это блядь мега сложность тип забейте все конец будет нет не конец блядь ну и говно так все одни кручу мышкой просто плыву прямо блядь это рофл нахуй я походу реально ебло да блядь залезь сука сделай ты паркур животное блядь никуда куда надо упал подождите а куда почему я не долетел давайте левее так все 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 сейф тух там осталось типа сколько минут сейчас у меня может я успею на минут пять тут проебал минимум 55 а забейте я успею забейте 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 все я успел ну короче там надо типа падаешь в воду сразу же разворачиваться и плыть не левее не правее потому что если бы плывешь слишком влево я типа показал на первом примере там начнешь скатываться по холмику вниз а если правее то ты просто блять не долетишь до пола и провалишься просто в черное небытье не ну тут я конечно подставу подстав до этого у меня это дресня все время получалось но в этот хотя бы раз хотя бы долго с обе не это не ебался у меня нормально выкидывал там она и совсем понятно как работает ты просто залезаешь на вот эти вот перила деревянные полу разрушенного моста потом поворачиваешь камеру примерно чтобы взгляд был параллелен вот этим вот перилом где-то на 90 игрался вправо зажимая shift и жмешь прыжок несколько раз вообще в идеале еще нажимать наверное все таки я думаю присед но с приседом немножко опасно может быть потому что чел может сразу типа обратно на уровень упасть поэтому обычно нажимаю только прыжок я думаю это просто просто только с практикой приходят такие вещи надо просто там практиковаться и прыгать тогда определенный момент руки поймут как правильно делать а тут уже все открылась быть заговорился тут в общем-то небольшая арена зомби было надо просто ждать пока открывается проход двери складываются в лестницу я тут еще небольшое свою модификацию вел перед катсцены и лучше брать вот это вот меню ракетницу потому что это последний слот который доступен в принципе типа в управлении всего 77 слотов на цифры можно выбирать оружие но в игре слотов под оружие 10 вот типа 890 на клавиатуре никак не используется единственный способ выбрать оружие который на 8 9 0 в любом слоте находится раскролить их мышкой все в все в в в в в в так раскрою всех мышки да и семерка беру типа чтобы быстрее доскролить потом до пулемета гатлинга или что это такое вообще типа какой-то мг-42 модифицированный с помощью которого как раз этот чел убивается у меня микрофон кстати включен или нет я здесь вообще присутствую мое присутствие наблюдается все хорошо типа этого чела вообще в два цикла нужно убивать если по-быстрому это делать стрелять ему просто в пасть с мини-гана типа вначале он потом начинает за голову держаться как он сейчас держался потом он опять свои руки освобождает убирает от головы раскрывает так сказать свою чересть свою душу и опять ему накидываешь вратан и вот на втором цикле он помирает дальше нужно развернуться и выбежать туда откуда ты входил там будет лежать от тянка на 2 быстренько замочить любым оружием и подобрать папку давай быстрее мотаю 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 он сразу следующий число там идет так а там как-то маловато на дамажил здесь не получилось эти 20 кого убить первый раз куяло пострелил бросаю пулемет мочучью виху убираю папку так